Сегодня мы будем готовить нашу праздничную индейку. Для этого нам понадобится индейка, у меня она на 6 кг, сельдерей, апельсины, лимон, яблоко, петрушка, лук, чеснок, масло, белый перец, соль, вода. Для начала готовим маринад. Солим воду. Солим воду. Я заранее порезала на мелкие кусочки петрушечку. Ложим сюда петрушечку в воду. Режем мелко чеснок. Бросаем сюда. Дальше берем 2 апельсина, режем его на 4 части. Бросаем тоже сюда, в наш маринад. Мы оставим ее на ночь, часиков так на 10. Можно и больше, по желанию, чтобы она мариновалась в нашем маринаде. Берем пол лимона. Режем на 4 части. Сельдерей теперь. Можно крупно порезать. Часть я порежу в маринад, час оставлю для приготовления потом в духовке. Разлетается все. Так, еще возьмем. Берем белый перец, добавляем маринад. И тщательно это все перемешиваем. Вот такой у нас вот дух мяный, пахучий получился маринад. В этом маринаде будет индейка лежать. Часиков 10, как я уже говорила. Плюс-минус можно дольше или меньше. Теперь нужно взять или большую миску, или кастрюлю. Если нет, можно воспользоваться полиэтиленовым пакетом. Ложим туда, значит, нашу индюшку. И заливаем этим маринадом. И выносим или в холодильник, положим, или выносим на балкон. Если на улице зима. Соответственно, чтобы не испортил. В пакет вылили наш маринад, положили туда индюшку. И оставляем на 10 часов в прохладном месте. Вовнутрь тоже мы положили. Так, мы достали нашу индюшку с маринадом. 10 часов она была в маринаде. Обматываем ее бумажным полотенцем со всех сторон. И внутри тоже. Так. Теперь режем оставшиеся овощи. Так, апельсин. Режем на 4 части. Яблочком. Предварительно очистим цирковину. И наша половинка лимона на 4 части. Дальше лук на 4 части. Еще яблочко у нас и пора. Так. Достаем наш цельдерей. Мы его забросали тут. И петрушечку. Все это крупно режем. Можно порвать и выкореживать. Зелень, овощи мы порезали. Теперь масло готовим. В масло добавляем белый перец. Вот такой он. Немного. Перемешиваем. И сейчас будем смазывать им индюшком. Сейчас мы будем отслаивать шкуру. Нам это нужно для того, чтобы смазать нашим маслом между кожей и шкурой. Хорошенько стараемся и аккуратненько оторвать, не повредив шкурку, чтобы наша индюшка была очень красивой. Масло с перцем. Я разделю на две части овощи и зелень. Значит, эти овощи мы будем вложить вовнутрь нашей индейки. Яблоки, лимон, сельдерей, петрушка, апельсин и чеснок. А это мы бросим на дека. Здесь тоже самое, только поменьше всего. Итак, процесс отслаивания шкурки продолжается. Смазываем маслом. Хорошенько, куда наши ручки достают. Смазываем, значит, между шкурой и кожей. Внутри смазываем и сверху полностью всю индюшку смазываем. Теперь вложим наши овощи и фрукты вовнутрь. Сельдерей, яблочком. Сельдерей, яблочком. Овощи мы выложили на декан и налили сюда немножко воды. Вот в таком вот виде. Сейчас заканчиваем начинку. Вот мы связали ножки для того, чтобы она влезла в духовку. И сейчас нам нужно подвернуть крылья тоже, чтобы она комфортно влезла в духовку. Запихиваем их под низ. И в таком же виде мы будем ложить ее в духовку. Ложим, значит, на наш противень решетку. И на решетку ложим нашу индюшку. Крылья так и остались у нас подвернутые. Значит, через час достаем и смазываем снова сверху кисточкой сливочным маслом, которое у нас осталось. Вытягнули мы через час ровно. Смазываем сверху полностью маслом оставшимся. И ставим еще на час, либо 30 минут. Потом достаем, смазываем опять маслом и будем накрывать фольгой. Смазали еще раз полностью всю нашу индюшку. Так, готовится она у нас уже 2,5 часа. В общем, надо ее готовить около 3,5-4 часов. Значит, сейчас мы будем ее полностью накрывать фольгой. И будет печься она еще у нас около часа. А вы смотрите по своей духовке, по размеру вашей индюшки. У нас индюшка 6,5 килограмм. Поэтому готовится она будет где-то 3,5 часа. Вот, мы ее обернули со всех сторон, чтобы не было щелей. Несколько слоев я сделала. В итоге получается на килограмм индюшки полчаса запекания. Получается, у нас индюшка 6,5 килограмм. У нас получается 3,5 килограмм. Наша обалденно вкусная индюшка. У нас есть индюшка. У нас есть индюшка.